Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, танки. Редко такая бывает, да, ситуация, когда рассказываешь о том, что нам передают танки, потому что вещь тяжелая. К большому сожалению, у наших партнеров, практически у всех, кроме США, этих самых танков, звульки нос. Вот, но американцы, мы знали, сподобились передать нам аж целый 31 танк Абрамс. Все. Вот, остальные передавали, ну, немцы передали довольно значительное количество, леопардов, если так считать, что немцы, а также их союзники, вот кто по Европе. Вот леопард первый, леопард второй, да, этих довольно у нас много. Вот. А Абрамсы и челленджеры британские у нас штучные варианты. Понятное дело, частично уже выбиты, но сколько-то там еще осталось. Вот. И, как говорится, когда нам передают западные танки, это всегда хорошо, потому что они просто-напросто лучше. Вот. Я не скажу, что это решающая какая-то сила на поле боя, но это значительно. Это, знаете, это значительная помощь. И как там ни крути, они во всех отношениях лучше любых там Т-72, Т-80, Т-90. Это даже не обсуждается. Это и коню понятно. Вот. И в данном случае сыграет Австралия. Кто бы подумал, да, далекая, не США, нет. Вот. Ну, Австралия. Далекая Австралия, которая передает нам 49 танков Абрамс АМ-1. Да. 49 танков. Ну, они, скажем так, по танковым меркам они не такие уже старые. Они их закупили у американцев в 2004 году, когда точно они поставлены были, я вам не скажу, но это 2000-е годы. Понятно. Пробег у них практически нулевой. Парочка учений. Сколько там австралийская армия проводит тех учений, это, знаете, как вот в Сахаре дождя, так и в Австралии учений. Ни хрена, хрен да ни хрена, да. Вот. И эти 49 танков, они сейчас покупают в Америке какую-то более новую модель. А эти передают Украине. Сейчас их, значит, доводят там до ума. Соответственно, в самолет. И так же, как перевозили в свое время бронеавтобили Бушмейстер, соответственно, поедут нам и Абрамсы. Вот. И я так думаю, я не знаю, в Галакси там не, по одному танку они, конечно, возьмут. Ну, это, скажем так, это немножко марудно перевезти 49 штук, но вполне реально это сделать там за неделю, за две. Это вообще не проблема перевезти такое количество танков. Вот. Специалисты по их обслуживанию у нас есть. Механики-водители есть. Научим других. Вот. Так что небольшая проблема. У нас готовили к приему целых 31 танка в свое время от Соединенных Штатов. Ну, вот видите, Австралия, как говорится, ну, Австралия, как говорится, страна больше, чем США и по населению, и по территории, и по возможности. А тут же даже все, даже школьник первого класса знает, что Австралии больше возможностей, чем у Соединенных Штатов Америки передать нам танки. Тут даже и вопросов не стоит. Да, у Люксембурга еще больше. Вот. И вот Австралия нам передает большее количество танков, чем передали Соединенные Штаты Америки. Еще раз говорю, оно и понятно, страна же больше во всех отношениях. Да, вот как-то так получается у нас это все. Хотя я прекрасно понимаю, что нельзя тоже пинать Соединенные Штаты в этом плане, потому что кто-то должен вот это все был оплатить. А кто же это сделал? Хотя, в принципе, насчет того, что оплатить, кстати, о птичках, то это, скорее всего, все-таки оплачивает Австралия. Другое дело, что американцы дают свое разрешение на передачу этих танков. Это да. Но оплачивает Австралия, я вам скажу, почему. Потому что министр обороны Австралии специально летит на саммит НАТО с тем, чтобы объявить там о новом пакете австралийской военной помощи, именно австралийской, на 245 миллионов долларов, в которую войдут вот эти вот, в том числе вот эти вот танки, Абрамсы. Поэтому в данной ситуации мы можем говорить о том, что оплачивает Австралия тоже. Ну что, огромное спасибо. И это действительно очень серьезное подспорье на поле боя. Как бы там кто критически к танкам не относился, а все-таки это моща.